Венецианская комиссия, это полное ее название, Европейская комиссия за демократию через право, это основной экспертный орган Совета Европы, практически по вопросам конституционного строительства, по вопросам развития демократии и реализации принципа верховенства права. К мнению Венецианской комиссии прислушиваются практически все страны постсоветского и постсоциалистического пространства. Должна сказать, что в последние годы к Венецианской комиссии присоединились в том числе и Соединенные Штаты Америки, и другие страны европейские старой демократии. То есть это очень авторитетный орган. Но его решение носит рекомендательный характер. Скажу вам так, несмотря на то, что это экспертный орган и, конечно же, рекомендации носят рекомендательные, или выводы Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, все страны, которые имеют намерение присоединиться к европейским стандартам и ценностям, и ценностям считают нужным и возможным реализовывать рекомендации Венецианской комиссии. Мы правильно понимаем, я просто хочу уточнить, что Венецианская комиссия не имеет полномочий, предположим, взять и отменить какой-то закон. Безусловно. Безусловно, нет, но она всегда в своих рекомендациях исходит из принципа верховенства права. Поэтому все органы, которые не только в Украине, а во всех странах, касаются или рассматривают вопросы конституционного и государственного строительства, как всегда, как правило, прислушиваются, в большей или меньшей мере, но прислушиваются к рекомендациям Венецианской комиссии. Ну, опять-таки, правильно ли мы понимаем, что когда Украина вступила в Совет Европы, она тем самым взяла на себя обязательство, по сути дела, внедрять... ...споведовать ценности, які повязаны с верховенством права, демократии и свободы. И, соответственно, писать законы в соответствии с теми принципами и нормами, которые приняты в Европе. Безусловно. И, насколько я помню, в прошлые годы неоднократно те или иные законодательные акты, которые находились либо в стадии разработки, либо уже были приняты парламентом, направлялись в Венецианскую комиссию на экспертизу. Больше того, я вам скажу, пане Евгене, тоді, коли питания стосувалися надзвичайно складных и довольно спирных вопросов конституционного строительства, всегда Венецианская комиссия для Украины давала свою позицию, которая в многих моментах была визначальна. В том числе, скажем, на предыдущем этапе целый ряд рекомендаций, которые стосовались суду, строю, статусу прокуратуры, правоохранных органов, и, кстати, в данном случае, что касается закона о люстрации, это не Украина направляла закон на экспертизу, это мониторинговый комитет Совета Европы попросил Венецианскую комиссию, судя по всему, реагируя на общественную дискуссию, которая здесь развернулась, на то, что и представители общественности, и политики, и следствия массовой информации высказывали много критических замечаний. Вот в результате мониторинговый комитет Совета Европы попросил Венецианскую комиссию сделать свои выводы. Мониторинговый комитет Ради Европы очень редко используется своим правом возвращения к Венецианской комиссии по отдельным странам о получении тех или иных виснований и рекомендаций. Скажем, последними руками мониторинговый комитет обратился по закону, что касается законной язык-могенской политики, известный в Украине закон Кивалова, который практически провел достаточно негативные, мав негативные последствия для развития Украины. По одному из проектов Конституции мониторинговый комитет обратился. И это за последние годы, мабуть, третий прецедент, когда сам мониторинговый комитет обратился до Венецианской комиссии.